Сегодня мы похоронили кота Васю, который жил с нами 13 лет. Рыжий, интеллигентный, благодарный. Мы его не стерилизовали. Живем на первом этаже. Он ходил в туалет сам круглый год. Когда ему что-то нужно было, он подходил к двери, просил мяу, или просто ждал, стоял, и по его намерению омолчали, ему было понятно, что ему нужно есть, пить, выйти, зайти, или он подходил и смотрел на тебя, ему понятно было, что он ходил к тебе на ручки. Ты ему иногда говорил, да, иногда говорил, нет. Если он чувствовал, что мы видим, что-то для него значимо, он трогал лапкой несколько раз. Из детства, когда дети были маленькие, он был у них вот здесь на шее, в объятиях, и это было для него, естественно, до последних его дней. И в мой день рождения ему заплохело, болел последний год. Мы его там кололи, лечили, как положено. У меня даже промелькивала мысль о том, чтобы усыпить. Но я как-то понимал, что когда человеку очень естественно и благородно душа живет, то она должна естественно и благородно уходить. Вот. И мне эта мысль была неприятна. И вот мой папа, находясь в небытии две недели до своей смерти, ему стало совсем уже плохо в день рождения его жены. И я в бессознательном состоянии к нему подошел, когда он не приходил в себя уже две недели. И попросил его сделать последний мужской поступок. Прямо вот в это вот лежащее тело, которое ничего не слышит, и почти ничего не чувствует. Я попросил, что он жил как мужчина, воспитал мужчин, и сделал мужские дела, решения, принимал стратегические, правильные. Он может сделать последний мужской подарок – неумереть в день рождения своей жены. И он умер утром следующего дня. Вася сделал то же самое. Он умер утром следующего дня после моего дня рождения. И вот так, как он жил, так, как уходил, из всех, кого я хороню лично, только его уход оказался праздником. Вот так прожить и так уйти, что это не было печалью. Это было естественным уходом светлым. И когда мы вечером все сгрудились и понимали, что счет пошел на часы, и что, может быть, следующее утро он не встретит, мы все, кто были дома, я, жена и дочка, они его по рукам потаскали, и он так из своего почти небытия благородно так, уже одноглазый, у него глаз там года полтора назад катарактой тоже потянуло, смотрел и переживал эту любовь, и так благородно, как аватар, уходил достойно. И хочу сказать, что у всего можно учиться, и что надо попробовать так прожить достойное светло. В немощь достойное светло попасть, и достойное светло умереть. Вот такой прекрасный опыт. Мы в такой благодарности его похоронили. Он прям вот срезали нечетное количество топинамбур, в котором он во ревность несет. Вырыли под прекрасным деревом в парке могилку. Наверное, ушло больше часа, там земля такая не поддавалась. Положили этот топинамбур. По-людски все сделали. И есть ощущение, что такая душа, наверное, пойдет воплощаться в людей. Так что, как нам жить, как нам умирать, как нам болеть.